Мы приехали в Пылыпеть, в отель, который называется Пылыпеть. Гранд-отель, извините. Как-то здесь уже родители были, ему очень-очень понравилось здесь. Интересно то, что он стоит прям как будто бы в конце Пылыптя. Дальше просто некуда ехать, вот всё. Вокруг горы просто сумасшедшая красота. Здесь в Закарпатье невероятно красиво. Просто каждый пейзаж как картина. И телефон этого не передаёт, к огромному сожалению. Телефон не передаёт всю эту красоту, эту сочнейшую зелёную траву. Вот их красивых коровок, эти невероятнейшие домики без заборов. Здесь просто совершенно другой мир для нас. И здесь очень классно. Я смотрю на эти горы, которые в дымке, думаю, боже, как там, наверное, страшно. Как бы туда хотелось, но мне кажется, этот маршрут явно уже не для нас, потому что там прям совсем как-то всё очень страшно выглядит даже отсюда, снизу. Мы вот сюда заехали, у меня уши даже доложила. Природа потрясающая просто. Мы сюда приехали тоже на два дня. Здесь только завтраки включены. Здесь тоже как бы не дешёвый отель. Ну, как бы посмотрим. Мне здесь нравится. У нас по плану водопад. Здесь, конечно же, нужно будет посетить Синевер. Родители уже видели, и я нет. Поэтому на Синевер тоже съездим и в Центр реабилитации бурых медведей. Кс-кс-кс-кс. Иди. Не пойся, иди. Хрязныш. Где тебя носила ты? Горный котёнок. Номер покажу от себя. Очень красивый. Это люкс? Да, это люкс. Сколько стоит, пап? Нет. Ну, люди... Знаешь, люди спрашивают, и они... 3 900. 3 900? Я ни разу не сказала цену ни на один отель. Моё упущение. Вот такой шкаф с треснутым зеркалом тут у нас. Но мы сразу сказали, что это не мы. 3 900 без доплаты? На двоих. А, ну так она... И плюс доплата сверху. Ну, добрый стоит. 3 900. Если ты 3 кг просинаешь, то в зависимости от кого. Ну, и сколько ты доплатил? 450 гривен. Что за тайны Мадридского двора? Тайны Мадридского двора. Итак, вот это, получается, моя шикарная комната. Место спальное. Вот такое вот оно красивое. У меня даже есть тут столик с красивыми стульями. Даже с яблоками. Вот такое вот трюмо. Вообще все прекрасно, все красиво. Есть балкончик у меня. И у родителей тоже такой в комнате есть. Здесь вот такой уголочек с посудой, с водичкой. Даже есть вот такая капсульная кофемашина. Чайник с чаем. Тут, наверное, где-то есть мини-бар. Ты посмотри, мини-бар. Пустой. Простой. Ну, что-то есть. Мы тут были месяц назад. Мы жили в обычном, наверное, на двоих. У нас не было электрочайника, и не было кофемашины. Этого не было. Посуда есть. Ой. Телевизор вот у меня тут тоже есть. Дальше комната родителей. Тоже очень уютная. Вообще прям мне очень нравится. Тоже два кресла, столик. Вот такой балкон. Вид с балкона на лесок. И на речку. Там внизу шумит речка. Ну да. И за один раз отель еще какой-то. Моры, конечно, просто потрясающие. Вообще просто. Очень классный отель. Именно вот на первый взгляд. Супер-пупер. Красивая тоже кровать. Вот уже папа телевизор включила зачем-то. Вот это специальная вешалка, да? Вот. Светильнички. Wi-Fi уже работает. Я подключилась. Для меня это просто архиважно хороший Wi-Fi. И покажу вам ванную комнату. Мне прям очень нравится. Даже ковер нравится. Такой классный. Так. Я показываю ванную. Спорите тут о чем-то. Душевая кабина. Унитаз. Полотенчики на всех. Ну, в общем, все как везде. Косметика. Косметика, да. Здесь есть очень много. Тут и для зрителя, и щетки, и шапочки, и косметический набор. А, это что ты мне не скажешь? Что-то маленькое. Маленькое какое? Вот. Вот этот. Вот это? Да. Это ты типа беды? Ну, типа, да. А что? Оно как-то называть? Оно не так. А как им пользоваться? Что Диана? Я не знаю. Открываешься и надуваешься, замоешься. А, вот как. Ну, что, Диана. Ну, подожди. Я просто видела только РБД. Везде в аэропортах, везде в общественных туалетах вот такая штука есть. Нет, оно по-другому там выглядит. Поэтому я спросила. Я не поняла. Ну, теперь поняла. Теперь мы поняли. Заселились. Я успела выложить все по работе. Слава Богу, я каждый вечер подготавливаю себе какой-то материал, записываю в заметки, что я буду выкладывать. То есть, планирую немного, потому что иначе можно тратить очень много времени впустую просто на обдумывание того, что ты там будешь выкладывать. Поэтому родители меня подождали. Я все выложила. Перекусили там какими-то бутербродиками. У нас здесь обед стоимость не входит. Здесь его нет. Вот. Можно в ресторане просто купить. Но мы решили, что мы так вот и перекусим, что у нас было, и пойдем сразу на водопад. Я снимаю вот так расслабленно сейчас, без всякого там монтажа и прочего, потому что я просто чуток подустала от этого всего клацания телефона. Поэтому просто идем гулять. Все покажу, расскажу. Ну, очень тепло. Я просто смотрела прогноз, что тут скоро тоже очень сильно похолодает. Нам прям повезло. Билетик на вот эту территорию. И вообще проход к водопаду тоже платный у нас. 20 гривенских человек. А мы были... Это он и есть? Мы были... Мы были месяц назад, по-моему, по 40 гривен. Здесь, как и везде, на любой достопримечательности у нас сувенишки, носочки, шашлычок. Все так уютненько. Я обожаю вот эти лавки. Я понимаю, что не рассчитано на туристов, что иногда дурят. Например, мы так с Кариной и с Лешей покупали домашнее вино, которое оказалось еще компотом. Слава богу, не отравились. Вот, но тем не менее, как бы мне нравятся такие места. Они очень колоритные. Невероятно это. Невероятно красиво. Какая мощь. Я как увидела этот футопад, у меня аж сердечко заклякало. Сейчас, видимо, совсем не сезон уже. И закрытый диплайн, и все, никого здесь нет толком. Поэтому идеальное время для того, чтобы приехать в Плпэть на этот водопад. Что значит красные точки на деревьях? Возможно, это значит опасно. В общем, ребят, здесь можно подняться прямо к водопаду сверху, но тут дальше идет сложный маршрут, потому что он даже помечен красными точками. Он действительно опасный. На камере непонятно, да, но можно подняться, видимо, куда-то далеко вверх. Тут просто прям такой полугий склон, очень обрывистый, и прямо на водопад. То есть можно полететь, удариться головой в камень, и до свидания. Поэтому здесь очень аккуратно. Здесь лучше не ходить с тем, что так как мы с мамой боятся страшных всяких прощестей. Мама вообще даже сюда не дошла, а вот где мы с папой стоим. То есть у нас под ногами прям вот уже водопад, и ничего тут не обождено. Стой, как идет? Ну, конечно, если тебе не было боя густы, я бы спустилась чуть ниже. Боже, я не могу. Я не могу, ну ты смотри, ты за космар. Куда он пошел? Пап, ты с ума сошел? Я говорила, не ходить куда. Аккуратно, ты прям по обрыву ходишь. Ну, блин. А там прикольно. Очень прикольно. Мы тут чуть не померли. Ты меня снимала? Да. А что она ушла? Ира, стой. Что ты там увидел? Ничего такого. А дальше идет маршрут? Да. Ай, блин. А куда? В гору прям, да? Да ничего, там прикольно. Там видно, знаешь, там лес повалил. А-а-а. Пьем на гору. Мы вчера, гора нас вымотала. Купили бы друг вина, мы даже не открыли. А сегодня за поход шепет. Ну что, тебе нравится? Пути. И мне действительно нравится, особенно расположение этого отеля, потому что он находится прямо возле горной реки. Вокруг потрясающие виды, горы, холмы, леса. Это что-то невероятное. Вкушать вот это утро, такое, знаете, сосновое в этом отеле. Он, кстати, очень комфортный, красивый. В нем есть вот такой магазин на первом этаже, в котором продаются разные интересные продукты. Например, я купила варенье разное и для папы брынзу, овечью, которую они, кстати, сами делают в этом отеле. Также здесь есть огромная комната для детей. Что по поводу ресторана, опять же, это интересная тема, нужно рассказать отдельно. Нам в стоимость входили только завтраки, но на ужин мы ходили сюда в ресторан. Платили, конечно же, отдельно. Еда очень вкусная, подача красивая. Не могу сказать, что бюджетно, но было действительно очень вкусно. По поводу завтраков, здесь шведская линия. Завтраки разнообразные, очень насыщенные. Вот я вам показываю, что здесь есть. Например, вот сырники. Давали даже такие тяжелые достаточно блюда, вроде картофеля, там, фасоли и прочего. Сухие завтраки, варенье, круассаны. Я вещаю из туалета, потому что хотела сказать, что здесь настолько чисто и ароматно. Не думала, что это скажу, но здесь так классно пахнет. Правда, ну тут какие-то стоят диффузоры, наверное, специальные. Плюс в лифте очень пахнет. Ну то есть отель действительно классный, ухоженный, очень чисто, красиво. Прекрасный завтрак сегодня у нас был. Но еда действительно вкусная, все хотелось попробовать. Ну ладно, мы вчера вечером просто отдыхали в номере, я там работала. Сегодня встала раньше всех, просто не свет не заряло, потому что все время рано встаю. Я даже все там подкатывала для работы, чтобы быть свободной дальше. Что сегодня мы едем в заповедник, и сегодня мы едем на Синевир. Пока мы подъезжаем к центру реабилитации бурых мишек, я хотела спросить у вас по поводу подъемников. Меня вообще-то тема мулят очень сильно, потому что я сильно хотела в Пелепце. Еще несколько лет даже назад я планировала сюда поездку. Хотела попасть на подъемник здесь. Но мне сказали, что здесь они не работают вообще, хотя их очень много. А там что-то про blackout говорят, про какую-то тайну говорят. Я так понимаю, что какие-то терки были, и поснимали вообще эти кресла. Кто знает, расскажите, пожалуйста, очень интересно мне. Ну все, мы на месте. Правда, от нашего отеля сюда ехать было минут 50. До Синевира еще сколько, километров 9, да? Еще вчера мне папа рассказывал, что в этот центр, оказывается, привезли медведя не тех, которые там были поранены как-то или чем-то болели в самих лесах. Это медведи, которые подвергались жестокому обращению от самого человека. То есть медведи, которые были там в цирке. Папа еще рассказывал эту историю о том, что просто жил у человека какого-то медведя. Он его, этот человек, бил, не кормил. То есть издевался над животным. И вот этих животных несчастных, которые пострадали от рук человека, привезли сюда. И здесь вот их центр реабилитации. Санаторий для мишек. Поэтому сейчас пойдем их смотреть. Ну тут их вроде бы как очень много. Мне писала одна девушка, что лучше сюда приезжать во время их кормежки. Но я так и не поняла, где найти эту информацию. Просто именно в это время можно посмотреть их в большом количестве этих мишек. Они знают, когда их кормят, сюда приходят. Ну, в общем. Просто раз мы были, они уже здесь жили. Кто? Вот здесь уже? Да, уже с самого начала. А, подожди, они прямо уже здесь за сеткой? Конечно, они сюда выходят. А, я думала, что за... А где ты думала? А я думала, мы дальше еще куда-то идем. Вы что, стрелёте? Нет, они прямо вот сначала выходят. А мы можем их не увидеть? А их нет. Дальше пойдем, не вопрос. Они были же здесь. Да вы что? Конечно, что ты их вообще сделаешь. Да вы что, серьезно? Я думала, мы просто идем, идем пока. Эй, мишки, выходите. Вот и все. Так же самое они в лесу. А кто пихал? Группа была туристов. Там, может, два бы прям... Написано ж, не кормить ничем. Боже, люди, ну правда. Промолчу я. Мишутки. Господи, что вас так мало? Они тут понарассказывали, что вас тут так много-много. В итоге хорошо, что хоть двоих-три их увидели. Такая боль была. Вот их много так было. Сейчас увидишь, что не то. Хорошо, что... А тут и спальмы тоже были, вот этот рыжий. Вот тут, да. Ага. Иди вон, подсчитай. Вон сабро. А там написано. А откуда они приехали? А то его ноги не вырезай. По 10 сантиметров ноги. По 10 сантиметров ноги. По 10 сантиметров ноги. А на заду... Воднебице. Здесь, как не правда, из розформованного зеопарка, где утвернулася в жахливых умовах. Угу. Вот тут. Раньше у Харкова разом. Угу. Смотри, есть бубочка вон. Не пришёл в себя. А мёд таки едят. Амён. 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 Угу. Играет музыка полруки чуть не захопал классный такой только подемножку давай да это там вон смотри вася просит оленью большому а лучше вася дай вася так классно а вот этому дают который на поели вася у нее с ресничками такие большие глазки хорошенько привет очень красивая ну так это идет краса девочек и зуб торчит а он к тебе идет ты ему нравишься ты думаешь что это твой друг а что он делает с тобой хочет с тобой подраться на синий мир вход тоже платный 80 лет 60 гривен билет честно говоря родители меня предупреждали о том что синий мир он не впечатлил их я думала ну ладно может не понравилось может не в то время они были сюда приехали я понимаю что озеро как таковое не озеро его ну как бы наверное сейчас не сезон или что но воды реально так мало и не мошки летают возле него и как бы вокруг конечно же видеть очень красивые но так как есть чем сравнить я могу сказать что ну как бы так вот афаз впечатлил побольше например не знаю раскрученное место да наверное в другое время здесь намного красивее вот и мы когда были в черногории на сырное озеро вот там конечно потрясающе было ну то есть оно такое глубокое ну прям черное было я чего-то рождала чего-то такого здесь но как есть еще с другой стороны я пойду родители не захотели идти туда и здесь с этой стороны где вот этот памятник большой скульптура даже это не памятник очень кстати красивое сооружение здесь посимпатичней здесь совершенно другой обзор и мне кажется когда озеро полное здесь прям невероятно красиво но вода здесь воды там мало башки такое болотце знаете но чувствуется величие природы здесь все равно даже несмотря на то что вот озеро сейчас такое знаете здесь прикольно вот мне кажется перейти до вот этой скульптуры обязательно нужно обойти и посмотреть на озеро с этой стороны потому что открывался потрясающий вид на горы вот такой знаете как око получается очень красиво с той стороны где прям вот супер туристическая зона там не так я возьму ребята так устали за сегодня вообще не за сегодня просто наверно за эти дни потому что плоховато спим вот у меня сегодня видимо давление шпарит на такое себе очень хорошо чувствую но я все равно попросила папу завести нас ближайший подъемник потому что у нас в пилотце как я рассказывал ни один не работает и мне писали что единственный который рабочий это вот в межуорье называется альянс это кстати сотрю на него не знаю конечно по крайней мере он есть просто вообще-то мне ребята послушал что 50 покатаемся ребята причем катаемся не единственный знаете жутковато ехать на подъемнике одним она знаешь чего страшно потому что вся эта система в принципе напоминает наше колесо обозрения запорожье устаревшая безбожна и совершенно ненадежно но люди ж зимой здесь мама они садятся с лыжами и не вперед кататься по склонам ну честно говоря такое удовольствие вид конечно прекрасно испугались к 5 очень страшный подъемник и даже я себе подъемники представляла здесь не такие он во-первых очень высокий он выше того на котором мы катались буковели он старый страшный вид и просто головокружительные дать длинный эти 12 ну даться бесконечно люди есть люди люди мы с вами поедем будем заскакивать на ходу опять же ну либо на ходу либо на ходу на ходу значит ну мы на ходу уже садились буковели вид капец пол страшно зубсим мне не не снимали в коем случае нет от холода потому что уже перезыли вот это я летал на параплане и ты вот так вот летал мне не нормально нормально а люди там спокойно спокойно с покойники вы видели тормозок разложить а мы блин а мы тут это возрасте блин а еще вам не страшно вы просто прекрасно ты знаешь что тебе тоже страшно было не веришь абсолютно не страшно но и гляньте да и для болты вот это все видел с параплана и сколько там пять минут я пускал на параплане вообще бежать потом лететь ты знаешь ты летишь свободное падение это охренеть ты не кричал не эмоции сегодня просто море получили и сейчас пойдем с родителями в чан никогда в жизни мы не были в чане никто из нашей семьи и сегодня будет такой новый экспириенс не знаю понравится нам или нет мы хотели еще вчера пойти на было уже заказано представьте людей немного в отеле прямо и вообще сейчас не такой уж активный сезон но тем не менее занимаюсь листом